Здравствуйте, коллеги! Наш пресс-центр на выставке Retail Week продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте! Татьяна Катасонова, медиа-компания ZooInform. Меня пригласили на Retail Week как модератора круглого стола, посвященного специализированной рознице Zoo-канала. И для меня это впервые. Это было очень интересно, потому что я никогда раньше не была на этом мероприятии, но на тему о зоотоварах я могу говорить бесконечно, потому что я о них пишу, мы издаем журнал, у нас есть интернет-ресурсы, и мы стараемся следить за всем, что происходит в области торговли зоотоварами и услуг для владельцев домашних животных во всем мире и в нашей стране. И вот здесь эта сессия, она была посвящена зооритейлу, спецканалу. Это спецканал, это зоомагазины, это, собственно, специализированные зоомагазины. И мне очень понравилось, как она прошла. У нас магазин, собственно, зоомагазин был представлен только один, это магазин Бетховен, зато он один из ключевых. Но были аналитики, был представитель компании Роял Канин, это производитель кормов для домашних животных. И был представитель из Перекрестка. Девушка, которая занимается онлайн-торговлей в Перекрестке. Почему они пришли? Потому что они сравнительно недавно открыли отдельное подразделение под названием зоотовары и начали себя считать в некоторой степени тоже спецканалом. Эта тема очень интересная и должна сказать, что народу пришло даже больше, чем я ожидала послушать. Так что я очень довольна, потому что мы рассмотрели вопрос со всех сторон. Начался круглый стол с такого аналитического блока, и мы увидели много цифр, очень интересных, очень свежих. То есть сам факт, что за последние три года количество домашних животных в России, не просто домашних животных, а кошек и собак конкретно их мерили, увеличилось на 23 процента. Это уже говорит о том, какой интерес, с моей точки зрения, отрасль зоотоваров и вообще весь ритейл должны уделять нашему направлению. Что собственно и происходит. И кроме того, что просто увеличивается число домашних животных, еще меняется отношение к ним, меняется поколение. Это вообще очень любопытно, что современные владельцы, ну люди возраста там, начиная менее 30, скажем так, у них совершенно другой взгляд на животных. Они готовы все проверять, они готовы относиться к тому, чем они кормят животных, так же, как к тому, чем кормят они сами себя. Поэтому тут вопрос такой, что и ритейл, и производители должны на это очень обращать внимание. Поэтому то, что мы за одним круглым столом собрались, вот люди из таких разных направлений, и обсудили эти вопросы, мне кажется, это весьма продуктивно. И судя по тому, как реагировал зал, я полагаю, что это было полезно для многих. Замечательно, и видимо пандемия тоже сыграла свою роль в этом, когда человек занимался бизнесом, приходил домой только спать, ему был абсолютно никто не нужен, допустим, он там не имеет пары, но тут, когда нас всех закрыли на очень долгое время дома, тут, конечно же, лучше находиться не одному, а рядом кому-нибудь кошечку или собачку, рядом иметь, и сразу настроение другое. Ну, совершенно верно, это был вообще небывалый взлет покупки животных. Что касается породистых животных, их вообще просто смели всех там за... в апреле уже было почти невозможно купить породистые животные. У заводчиков стояли очереди и ждали, когда у них появятся следующие. Но я думаю, что не только в этом дело. Вот вы говорите, у человека только целый день на работе приходят домой. В этом случае бывает, что ему трудно завести семью. А кошка, ожидающая покор на его дома, она в какой-то степени восполняет вот эту дыру. Так что мне кажется, что это тренд, связанный не только с пандемией, но вообще с нашим образом жизни. С каким-то одиночеством людей, даже в том числе с увеличением продолжительности жизни, когда старикам одиноким, тоже приятно иметь кого-то рядом с собой. Так что пандемия, да, но не только. Люди стали более ответственными, они не бросаются, очертя голову, в какие-то институты. Они вначале проверяют себя на момент того, могут ли они быть заботливыми хозяевами вначале, а потом уже насколько они готовы к семейной жизни и так далее. Это совершенно точно. Этот тренд давно был замечен на Западе, но я так понимаю, что он плавно перетек и к нам. Так что да, все так. Ты понимаешь, насколько ты можешь быть ответственным, а потом уже решаешь, что делать дальше. И мы надеемся, что абсолютно все, кто завел в этот период домашнее животное, понимают всю ответственность. И пусть и ваша работа, и работа всех людей, связанных с зоотоварами, будет направлено на то, чтобы эти люди достойно ухаживали за своими любимцами. Да, конечно, именно так, но было на самом деле много разговоров тоже в начале изоляции, когда были публикации о том, что якобы кошки-собаки могут переносить коронавирус, заражать своих владельцев, и было большое опасение, что животных начнут выбрасывать. Но слава богу, это были только предположения опасений, этого не произошло. Люди любят своих животных, и поэтому, вот как сказал представитель компании Нильсон, зообизнес – это последняя спокойная гавань вообще в нашей экономике, везде трясет, а зообизнес, он, может быть, не самый богатый, но очень стабильный. Будь так и остается. Спасибо вам большое за общение, и надеюсь, до встречи в следующем году на нашей выставке. Спасибо, спасибо.